Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. И вот о чем пойдет речь. Подготовят дорогу для нового транспорта. По мосту Саратов-Энгель снова будет ходить троллейбус. Какой будет схема движения? 16 апреля в Теремке можно будет увидеть черный снег. В основу нового спектакля легли воспоминания узников концлагерей. С подробностями Надежда Новикова. Говорящая книга и живые картинки. В Саратове открылась ярмарка для самых маленьких читателей. Все подробности расскажу я, Анна Збалуева. Какая погода на дворе ждет саратовцев в пятницу, 16 апреля, на преподобного Никиту, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь! Дорогу через мост будут закрывать. Правда, по полосам. Связаны это замены асфальтового покрытия. На переправе Саратов-Энгель спланируется ремонт дороги и монтаж контактной сети для запуска троллейбуса. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Питаев. По его словам, аукцион для определения подрядчика на ремонт асфальта на мосту уже прошел. Организация, которая занимается ремонтом пролетных строений, уже приступила к работам. Сейчас настраиваются вот эти все плавсредства, на которых они будут производить работы. Как эти работы проведут, мы уже, по-моему, в рамках содержания будем делать именно защитный слой. Кстати, если вы заметили, со стороны Энгельса, к празднику, мы устранили колейность со стороны въезда с Энгельса по одной полосе. Там была большая колейность, мы ее устранили. Также нанесли разметку и вокруг моста тоже устранили все недостатки, которые были после зимы. Проект установки контактной сети для троллейбусов сейчас находится на экспертизе. Работы по ее монтажу планируют выполнить в конце мая-начале июня. Кстати, дорожное покрытие будут менять в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В дальнейшем планируется ремонтировать и другие путепроводы. Мы подавали заявку со стороны региона на 25 объектов. То есть 5 объектов – это путепроводы в городе Саратове и 19 объектов – это региональные мосты. То есть, точнее, на региональных автомобильных дорогах. То есть, это основные крупные путепроводы, которые здесь находятся на территории города Саратова. Все их прекрасно знают. Это и через Глебучев Овраг, это и на Алтынке путепровод. Приступили к ремонту. В Балакове начались работы по восстановлению тротуаров. Проект стартовал еще в прошлом году. Тогда восстановили несколько десятков адресов. В 21-м участков будет порядка 70. Кроме того, по словам депутата Госдумы Николая Панкова, удалось привлечь дополнительное финансирование. И теперь балаковцам необходимо определиться с адресами. Станислав Жижин расскажет подробности. Улица Комарова в городе Балаково одна из центральных и протяженных. Популярно среди жителей здесь находятся несколько важных социальных объектов – школа и поликлиника. В этом году пешеходная часть ее попала в список тротуаров, запланированных к ремонту в рамках проекта Николая Панкова. Жители даже не думали, что работы начнутся так скоро. Да, давно пора было это делать. Уже, как говорится, время подошло. Поэтому, чем быстрее, тем лучше для нас, пешеходов. На островной части города балаковцы тоже заметили перемены. Улица факел социализма. Помимо детской поликлиники, на ней расположены детский парк, два садика и колледж. Новый тротуар здесь ждут все. Ну, надеемся, что отремонтируют. Ну, а так, конечно, неудобно с коляской. По неровностям. То есть, по дороге к поликлинику хотелось бы, чтобы дорога была ровная. На Пионерской, где седьмая школа, там, по-моему, тоже сделаны. Это было в прошлом году, я видела. Ну, тут еще в парке я вот видела, тоже было сделано все. Мы в субботу просто с мужем проходили. Здесь, смотрю, техника стоит. В этом году будут ремонтировать тротуары на 69 адресах Балакова. На эти цели автору проекта удалось найти порядка 120 миллионов рублей. Еще 40 миллионов депутат Госдумы Николай Панков привлек из дни бюджетных источников. Что именно на них отремонтировать, балаковцы выберут сами. Отдельно давайте соберемся, общественные мои помощники по тротуарам, обсудим, выслушаем предложения. Наверное, после майских праздников, а может быть, в конце апреля. Посмотрим. Вот, наверное, еще по 40 миллионам, когда сейчас тоже надо будет разыгрывать тендер. Мы готовы? Да, предложения жителей, какие есть, выслушаем, создадим. Там еще общественные советы и вместе соберемся, обсудим. Пожелания по конкретным улицам и работам Николай Панков предложил жителям оставлять в том числе и в электронной форме. Для этого был создан сайт тротуары 164.рф. Здесь же можно и пожаловаться на невыполнение сроков подрядчиками или некачественной работы. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Раскритиковал темпы строительства театр оперы и балета. Губернатор побывал на театральной площади и увиденное его не обрадовало. По его словам, работа организована недолжным образом. Контроль со стороны заказчика и Министерства культуры недостаточный. Как заметил Валерий Радаев, на объекте в разгар дня при отличной погоде задействовано всего 30 человек. Этому нет оправданий. Одним словом, долго, товарищ заказчик. Долго. Весь процесс сопровождается строительным контролем. Весь процесс сопровождается строительным контролем. Какие-то здесь самодельные вещи просто отсутствуют должны. А понятно, что технология, что там выдержать надо, столько-то. В зависимости от погодных условий. Но на это март был месяц, сейчас уже 10 дней тепло стоит, ни дождей, ничего нет. Это мы до сих пор еще никак. Почему вот так вот все происходит? Сейчас на объекте заканчивают бетонировать нижний ярус, проводятся лабораторные исследования. Также идет заливка плиты, после которой будут переходить к установке монолитного каркаса и кирпичной кладки. Согласно планам, к сентябрю каркас будет готов. Реставраторы по живописи и скульптуре прописали методику проведения реставрации. Подвальная часть и сцена подготовлены к основным видам работ. В театре кукол Теремок сыграют не детский спектакль. Там приготовили премьеру для тех, кому уже исполнилось 12 лет. В основе постановки «Черный снег» – воспоминания узников концлагерей. Сами создатели спектакля называют его сложным. Там нет юмора и диалогов. Зато есть необычные декорации и куклы. Надежда Новикова рассмотрела их поближе. Это такое олицетворение того, что газовая камера, куда как раз-таки людей помещали. Газовая камера и куклы в полосатой одежде узников. Это декорации нового спектакля в театре кукол. В этот раз в Теремке малышей не ждут. Здесь приготовили постановку «Черный снег» для подростков на тему концлагерей. Сами актеры будут в черных костюмах. Антон Черепанов перед репетицией показывает декорации в движении. И куклы вблизи. Они неподвижные, словно замерли в своем прошлом. Мне кажется, для возрастного ценза 12+, это будет просто страшилка. Они не поверят в то, что это возможно было бы когда-либо. Какая-то придуманная история, как миф какой-то. Это взрослый человек понимает, что это действительно было, это правда, это никто, это не вычеркнешь из истории. Дети, мне кажется, они отнесутся к этой истории, как фильм ужасов нам показали. В основе спектакля – воспоминания бывших узников концлагерей и история польского педагога Януша Корчика, который добровольно вошел в газовую камеру вслед за детьми. Спектакль поставлен в рамках проекта «Культура малой родины». Спектакль непростой по эмоциональному восприятию, потому что там нет юмора, нет диалогов. Они как бы… Есть один большой монолог, но можно считать это и диалогом, потому что присутствуют те узники, которые выжили в этих ужасных условиях, остались живы, повезло. И есть те, кого нет. Создатели спектакля поднимают важную проблему – проблему памяти о тех страшных событиях, оправдания которым нет. Увидеть черный снег можно будет 16 апреля. Я помню маму, когда ее вели на расстрелы, она все просила. Уберите дочку, на кровь диточки глаза. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Саратовские ученики отправятся в космос. Правда, пока ребят ждет лишь имитация полета. В школе номер 64 открылся Гагаринский зал. В нем для юных космонавтов будут проходить интерактивные занятия. На уроках, не выходя из класса, дети смогут побывать на различных континентах и планетах. Зал планируют обустроить до конца учебного года. Кроме того, на территории школы появится и детский сад. Там малыши также в интересной форме получат начальные знания о космосе. На территории нашей школы будет построен детский сад на 160 мест. И будет создан образовательный центр, в котором будут и детский сад, и наше образовательное учреждение. Детский сад имеет концепцию космос. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского. Затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечение продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива Гарант Кредит мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444-708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В пятницу, 16 апреля, на преподобного Никиту, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове переменная облачность. Кое-где, возможно, несущественные осадки и туман. Ветер северо-восточный, порывистый. Днем до плюс 23, а он ночью до плюс 4. В Саратове и Энгрисе облачно с прояснениями. Местами возможен туман и преимущественно без осадков. Температура днем до 19, а ночью до 5 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 755 миллиметров в ртутную столба. По приметам, если в этот день ветер дует с южной стороны, то будут хорошо расти яровые. А ежели он подует с севера, то скоро пойдет дождь. А спонсор выпуска – общественно-политическая газета «Суть». Только важная и нужная информация. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Общественно-политическая газета «Суть» – это ведущее издание города Балакова. Еженедельно мы выпускаем 22 тысячи экземпляров. Наш девиз – «Зри в корень», что позволяет уже 23 года входить в топ-5 изданий области. Газета «Суть» – это острота, независимость и востребованность. А еще здесь вы найдете купоны на скидки, частные объявления о покупке, продаже или вакансиях, интересные рекомендации медиков и много призовых конкурсов. Газета «Суть» – только важная и нужная информация. Одежда ведущего предоставлена магазином «Чепель». Можно читать и разглядывать картинки. В Саратове открылась книжная ярмарка. Причем здесь главный читатель – дети. Для них собрали все самое интересное. Произведения классиков, известные советские рассказы и познавательные книги. Не обошлось и без современных технологий. С помощью смартфона можно оживить страницы книг. Анна Заболуева увидела это своими глазами. В городе открылась книжная ярмарка для самых маленьких. Выставка «Умная книга Саратов» стартовала 15 апреля в областном доме работников искусств на Соборной. Саратов – город читающий. И в первую очередь я хотел бы пригласить сюда, поскольку представлены замечательные детские издательства, саратовские, московские, пригласить на эту книжную ярмарку детей, их родителей. И они найдут здесь чудесные книги. Для самых маленьких читателей здесь есть как известные сказки и стихи, так и современная проза. А еще можно увидеть книги, где картинки оживают. Достаточно навести камеру на изображение. И говорящие книги. В страницах встроены динамики. Ярмарка – это всегда выгодно с чисто экономической точки зрения, потому что нет наценки. Такой, какая есть в магазине, то есть это напрямую от производителя. Это первый момент. Второй момент – всегда издатели привезут что-то новое. Только то, что вышло, так сказать, со станка. И то, что еще до магазинов не дошло. В ярмарке принимают участие как местные, так и столичные издательства. К примеру, один из издательских домов представляет известный писатель Игорь Жуков. Он говорит, что до этого со своими произведениями в Саратове уже был дважды. В этот раз привез стихи для малышей, сказки для школьников. А читателя постарше привлекает детективами. Ну а есть проблема в том, что дети сейчас меньше читают. И книги их не особо интересуют. Дети чем сильны? Это единственные люди, дети, которые вынуждены, по крайней мере, в школе, пока они учатся, читать. Ну хоть что-то. Даже если ты двоечник, ты будешь вынужден хоть что-то читать. По окончании школы большинство людей подавляющие читают только СМСки, договоры и надписи на денежных купюрах. Детская ярмарка в Саратове будет работать три дня – 15, 16 и 17 апреля. Здесь можно купить любое произведение для детей на свой вкус. И еще встретиться с писателями лично, пообщаться и даже получить автограф. Анна Забалуева, Роман Шильдяев, Саратов, 24. Завершили регулярный чемпионат на мажорной ноте. В последнем туре саратовцы и астраханцы решали, кто из них финиширует выше в турнирной таблице. Перед игрой шестую строчку занимал СГАУ Саратов. Аграрии в итоге на ней и остались. Первая половина игры завершилась убедительной победой саратовцев 23-11. Во второй половине наставник СГАУ решил проверить в действии основной резерв, дав возможность отдохнуть лидера. К тому же, по словам специалиста, он не хотел, чтобы кто-то получил травму. Встреча завершилась уверенной победой Агрария со счетом 34-29. Саратовский клуб завершает предварительный этап на шестом месте. Игра получилась отличная. Очень хорошо начали. Смогли все свое забить. Хорошо получилось сыграть в защите. Первый тайм полностью удовлетворил. Во втором тайме в конце чуть-чуть вышли более молодые игроки. Много потеряли и получили свои ворота. Результат первого тайма позволил так сыграть. Хорошо, что заняли шестое место. И выполнили задачи, которые поставили перед нами начальство и тренер. Результатом удовлетворен. Игрой некоторых ребят не удовлетворен. Соперник был серьезный. Просто, вы понимаете, так просто получилось. Так иногда бывает. Я помню, в Бразилии чемпионат мира был, когда Германия из Бразилии играла. И там счет был 7-1 в полуфинале. Поэтому эта игра все бывает. Вот так получился первый тайм. Хорошо, что он так сложился. А будь меньше разницы, игра мяч в мяч, я думаю, что была бы серьезная игра сегодня. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин